Набираем 1000 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет дорогие зрители и подписчики канала, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за Халл Сити FIFA 21. Спасибо огромное вам за поддержку к прошлой серии. Я решил, ребята, сделать следующим образом. Многие просят увеличить количество матчей в серии, поэтому давайте сделаем так. Если выпуск будет набирать больше 1000 лайков, тогда я буду делать больше 3 матчей, сделаю 4. Если выпуск набирает меньше 1000 лайков, я продолжаю делать 3 матча. Вы меня тоже поймите, ребята, хочется видеть отдачу. Многие хотели видеть карьеру за слабую команду, но пока как-то статистика последних серий не особо впечатляет. Поэтому будем думать, что будет дальше. Я очень надеюсь на вашу поддержку. Не ленитесь, поставьте лайк, если новенькие, подписывайтесь, прожимайте колокольчик. Вступайте также в группу ВКонтакте, если вы не получаете уведомления на Ютубе, а такое бывает очень часто. Они могут прийти спустя неделю, могут спустя там даже несколько недель прийти, такое бывает. Вы подписывайтесь на группу ВКонтакте, там всегда дублируются выходящие ролики, вы всегда будете в курсе новостей. Также не забывайте про мой второй канал Фандом Лига. Он посвящен супергероям, проходим различные игры. И совсем скоро там будут видосики по сборке модели Железного Человека. В общем, я думаю, это интересно многим. Подписывайтесь. И сегодня, ребята, у нас очередные матчи в чемпионате. Мы в прошлой серии встречались с нашим соперником по турнирной таблице Чарльтоном, сыграли в ничью 2-2. Могли как выиграть, так и проиграть. Но вышла у нас ничейная встреча и сегодня у нас очередные матчи. И, ребята, многие меня просили посмотреть свободных агентов на трансферном рынке. И я нашел очень интересного парня, который по отзывам я смотрел в интернете по поводу него, именно по игре в FIFA. Он очень-очень неплох для своего средненького рейтинга. Это, ребята, Гонсалес. 27 лет, из Перу. Да, у него средний уровень атаки, низкий уровень защиты, но у него 4 таланта. Зрелищность, мощный удар головой, мастер обводки, дальний удар. В общем, неплохой, неплохой вариант. Давайте попробуем его подписать. Итак, Гонсалес со своим агентом прибыли в офис Почетина. И сейчас попробуем заключить договор. Итак, роль в клубе. Может быть, они сами нам что-то предложат? Я думаю, игрок ротации. Игрок ротации для начала так не пойдет. Нам интересен вариант, при котором мой клиент будет выходить в группу игроков, составляющих костяк команды. Важный игрок. Ну, хорошо. Хорошо, давайте попробуем так. Что, ребята, в плюсе, когда мы берем свободных агентов, это то, что мы сможем их продать и заработать на этом деньги, если они нас не устроят. Поэтому, по факту, мы... Давайте на три года. По факту, мы особо ничего не теряем. Мы просто предлагаем ему зарплату. Так, отступные. Мы игнорируем. Зарплата. Значит, они хотят... Три двести. Выходы на поле. Семьдесят. И подписной бонус тридцать три. Зарплатный бюджет. Ну, в принципе, я согласен. Я не знаю, выйдет ли он столько в матче, но не такие огромные деньги сейчас для нас. Мы можем себе позволить. И встречаем нового игрока. Я думаю, он поможет нам в центре поля, потому что матчей много. И мы видим, что частенько-частенько, например, тот же Смолвуд очень плохо выглядит. А Ханимен и Доэрти не всегда вдвоем могут справиться. Мы, ребята, продали Лонго. Нам добавили немножко денег к трансферному бюджету. Сейчас наш бюджет составляет 2 миллиона 340 тысяч евро. Ну, не так, чтобы много, конечно, да. Но все равно давайте посмотрим, кстати говоря, на задачу. У нас что-то выполняется. Увеличить стоимость клуба на 100% за счет продажи игроков и получения призовых. Также мы подписали в основной состав молодежных игроков. И нужно занять... Нужно выиграть чемпионат. Нужно выиграть чемпионат в этом году. Это главные цели по финансам. Сдержать рост зарплат игроков. Так, дойти до 1.16 Emirates Cup. Вот здесь мы, по-моему, уже вылетели, если я не ошибаюсь. Или из Карабао Cup мы вылетели. И достигнуть побед в гостевых матчах 5 штук, да. Окей. Окей, кстати говоря, можно зайти в молодежку и посмотреть, есть ли там у нас что-то интересное. Сейчас мы с вами взглянем, нашел ли наш скаут. Вот как раз-таки этот форвард, о котором я вам говорил. У него потенциал 91. Финты и слабая нога по 4 звезды. Но пока не знаю. Маловат рейтинг 53. Слишком много придется, мне кажется, его раскачивать. Но опять-таки будем смотреть. Пока он единственный, кого я рассматриваю. Других пока нам не предложили. Ну и, ребята, давайте отправляться на первую игру. Вы усаживайтесь поудобнее. Наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки и погнали. Вот такие вот стартовые составы. Нам нужно сейчас посмотреть, есть ли уже в нашей команде Гонсалес. Да, он уже прибыл, рейтинг 67. Возьмем его с собой вместо, наверное, вместо, вместо... Давайте вместо Смолвуда. Нужно ему немножко прийти в форму, потому что все-таки он был свободным агентом, не играл. Ну и, ребята, поехали. Также, ребята, я поставил Блейку красные перчатки, чтобы эта красная карточка не так сильно бросалась в глаза. Убрал ему также нижнюю кофту утепляющую, потому что сейчас все-таки еще сентябрь. Тепло пускай поиграет с коротким рукавом. Ну и мы, ребята, Шрусбери Таун принимаем у себя дома. Первая игра этой серии сейчас Блейк занимает первое место в бомбардирской гонке. У него 10 забитых голов. На втором месте идет Мадженис. У него, по-моему, если я не ошибаюсь, 8. Так что наши парни пока в лидирующих позициях среди бомбардира. Но сезон большой, матчей в этой лиге очень много, поэтому, друзья, нужно будет действовать очень аккуратно. А это уже Блейк штрафной. Пытался под себя убрать мяч, но вовремя вышел защитник. Снова нашу домашнюю заготовку. Ханимен, подача в центр. Мадженис бьет головой и просто не повезло. Мяч проходит рядом со штангой. И здесь Вилкс разгоняет атаку по правому флангу. Вилкс удар в дальний. И мяч сваливается с ноги, уходит за пределы поля. Но вот раз за разом мы вскрываем их правый фланг. И здесь просто, ну, немножко не повезло Вилксу. Мяч свалился. Также мне рекомендовали посмотреть в свободных агентах галкиперов. Но, ребят, там галкиперы 38 лет, 33. И, честно, ну, таких возрастных ребят брать смысла сейчас я не вижу. Лучше я буду ставить Сиеру. Да, он иногда проваливается. Но я повторюсь, что это, ребята, игра. И чтобы ваш футболист развивался, его нужно задействовать. Не бывает такого, что ты взял парня из молодежной академии. Он резко стал 90-го рейтинга. Нужно давать играть. Да, футболисты, которые играют в поле, такие как Блейк, более заметны и более, так скажем, полезны в некоторых местах. Но, ребята, галкиперу тоже нужно освоиться. И не всегда все происходит по вине галкипера. Пас пяткой. Удар по воротам. Вот сейчас, видите, защитники подстраховали галкипера. И, в принципе, все хорошо. Ханнимэн. Передача на Льюиса Поттера. Снова Ханнимэн. Пас на Маджениса. Ну же, вот и его выстрелы уже спасает галкипер гости. Опасненький заброс за Шиворот. Оффсайда нет. Сейчас гости очень так... Здорово раскатывали. А что здесь? Опять попадание в руку. 31-я минута. Арбитр назначает пенальти в наши ворот. Ничего не предвещало беды. Ну, с этого повтора сложно сказать, попал ли мяч в руку. А вот и Сиера, ребята. Этот парень на 11-метровых спасал команду уже не раз. Не понимает игрок Шерусберитаун, как мяч не залетел в ворота. Но такое бывает. Довольно равный первый тайм, не считая, наверное, 11-метровый в исполнении соперника. Это все-таки, ну, процентов 70 того, что ты можешь забить. Но здорово сыграл Сиера. Спас нашу команду. И поэтому пока у нас нули. Опасная атака. Удар по воротам. Перекладина. Вот и еще один момент в исполнении гостей. Блейк и Мадженис вдвоем разыгрывают эту атаку. Выход Блейка один на один. Нужно решать. Блейк, удар по воротам. Вынимай. Не забиваешь ты. Забивают тебе. Это, ребята, было здорово. Посмотрите, какую стеночку разыграли наши парни. И Блейк здесь выбежал. Один на один расстреляв просто ворота соперника. Его одиннадцатый гол в чемпионате. И тут же замена у гостей. Вот чем мне нравится карьера на таком уровне. Я имею ввиду на таком уровне команд. И на этой сложности. То, что здесь вот такие вот моменты происходят. Только что соперник мог выйти вперед. У них был одиннадцатиметровый. Казалось бы, ну смотрите, по моментам они нас превосходят. Но где-то нам немножко улыбнулась удача. Где-то мы смогли отразить пенальти. Где-то просто мяч попал в каркас в ворот. И в итоге мы забиваем и уже выходим вперед. И игра переворачивается буквально с ног на голову. Снова Блейк. Удар Маджениса. Мяч на крыле. Мадженис. И здесь есть свободная зона. Ханимен. И это пенальти. Здесь уже мяч попадает в руку сопернику. Вот это движ, ребята, в этой встрече. Его удар. И галкипер метнулся в другую сторону. Шестьдесят вторая минута. Дубль Блейка. Вот так вот, ребята, игрок молодежной академии буквально сейчас на своих плечах тащит команду к чемпионству. Но пока мы только лишь вторые. И путь еще очень долгий. Но тем не менее, вот такой вот парень просто взялся из ниоткуда и показывает фантастическую игру. Подача в штрафную. И удар по воротам. И снова Сиера в игре. Ну вот потихоньку наш галкипер тоже начинает осваиваться. И посмотрите, как его здесь расстреливали. Но он справился. У нас выходит наш новичок Гонсалес. Очень долго сейчас соперник раскатывает эту атаку. Буквально уже порядка десяти минут. Но это же офсайд. Нет. Нет офсайда. Теперь есть. Почему-то долго свистел арбитр. Длинный перевод мяча на правый фланг. Шрусберитаун пытается отыграть хотя бы один мяч. Удар в ближний. Вот здесь Сиера пропускает. 2-1 за пять минут до конца. Но частенько, частенько нам вот такие мячи залетали. Здесь крутанули нашего защитника. И с угла вратарской расстреляли в ворота Сиеры. Ну, несколько раз он спасал. Не может галкипер спасать всегда. И в итоге у нас 2-1. И Гонсалес набирает скорость по флангу. Посмотрим, на что этот парень способен. Сейчас он тащит мяч сам. И что, это не штрафной? Все-таки арбитр решил назначить штрафной. У нас остается буквально последняя минутка. Мы уже переиграли. Все, что добавил арбитр. Удар в дальний. И пора свистеть. Это удар мимо. Но хотя бы, ребята, это победа. Непростые три очка. В домашнем матче. 2-1. И мы отправляемся на следующую игру. Блейк сегодня стал настоящим героем. Забил два гола и принес победу. Что скажете о его игре? Блейк был сегодня очень хорош. Молодец. Халл Сити не проигрывает уже в нескольких играх. Как вы думаете, эта серия продолжится? Наш минимум в следующем матче это ничья. Так что нам вполне по силам продлить серию. Следующая игра на выезде против Акрингтона. И, ребята, давайте смотреть на стартовый состав. В принципе, все в хорошей форме. Давайте попробуем дать Гонсалесу шанс с первых минут. Вместо Ханни Мэна он у нас выйдет. И посмотрим, посмотрим, как у него получится сыграть. Так, Ханни Мэна мы берем тогда с собой вместо Смолда. Также давайте Аделакун выйдет у нас вместо Льюиса Поттера. Ну и, ребята, поехали. Наш соперник не собирается Чарльтон уступать. Но и нам ни в коем случае нельзя проигрывать. Потому что сейчас довольно плотно идут команды в верхней части турнирной таблицы. И поскольку команд очень много, очень много матчей, здесь буквально одна победа может тебя как приподнять в турнирной таблице, так и любое поражение может тебя опустить. Посмотрите, как плотно идут команды. По 17, 18, 16 очков. Сейчас, казалось бы, вот много команд в середине, у которых 13 очков. Но, сделав одну победу, у них уже 16, и это уже, может быть, место выше десятки. Будем смотреть. Нам сейчас нужно ориентироваться все-таки на свою игру, а не на игру соперников. И стараться побеждать в своих встречах. Удар в дальний. Спасает голкипер. Это Блейк. Удар ножницами. Мяч проходит рядом со штангой. Блейк. Гонсалес. Вот его выстрел. Вот это голешник, ребята. Вот кого мы взяли. Не зря про него писали, что это зверь среднего уровня. Вот это выстрел. Просто пушка. Сколько там? Метров 30 было до ворот. Вот это он расчехлил. Была свободная зона. Он подработал. И посмотрите, как классно сжахнул в дальний. Вот такого вот паренька с ударом, ребята, мы приобрели. И это просто неберущийся мяч. Добро пожаловать в команду, парень. Кристофер Гонсалес забивает свой первый гол уже, можно сказать, в дебютном матче на выходе в старте. Пошла подача. Еще один удар. Но здесь мяч летит мимо. Снова Гонсалес. Снова расчехляет пушку. Но здесь попал соперника. А вот здесь ошибка. Блейк укрыл мяч корпусом. Здорово. Маджениес. Гонсалес. Ну же, теперь с левой. Ребята, это просто монстр. Монстр действительно среднего уровня. И справа, и слева. Ему все равно откуда. Третий угловой, ребята. Маджениес. С третьей попытки. С третьего углового, ребята. Мы забиваем. 37-я минута. 2-0. Ну и вот она игра команды, ребята. Все празднуют. Посмотрите. И запасные, и основные игроки. Все празднуют голы. Единая семья собралась на поле. И здесь Маджениес не оставил шансов голкиперу. Тот даже немножко дотронулся до мяча. Но тот летел очень сильно под перекладину. И спасти команду голкипер не сумел. 2-0. У нас 40-ая минута близится. Опасная передача. И вот так вот просто подальше выносим мяч. Удар по воротам. Заблокировали. 2-0 после первого тайма. Шикарный выстрел Гонсалеса. И гол Маджениеса. Под перекладину с углового. Пока вывели. И держит нашу команду впереди. Это Блейк. И его дальние выстрелы. Мяч над крестовиной пролетал. Снова за спину. Еще одна подача. И здесь удар прошел. И Сиера вытаскивает. Но сегодня и наш голкипер хорош. Заброс за спину. Передача в штрафную. Скидка. И все-таки мяч заталкивает. Каким-то чудом ворота. Там был шикарный пас. По моим плечом или грудью. Посмотрим еще раз. Как разыграл соперник. Вот здесь. В стиле Криштьяну Роналду. Пошла передача. Гонсалес. Блейк. Маджениес. Его выстрелы тащит. На воротарь. Это Блейк. Передача. Уилкс. Маджениес. Гонсалес. И снова пушка с левой. Но на сей раз спасает голкипер. Хороший. Хороший удар у Гонсалеса. Чем-то знаете. Вот по игре. По манере. Он мне напоминает Эмрэджана. Видит он забегание Блейка. Здорово. Маджениес. Ну же. Третий. Штанга. Штанга спасает ворота. Хозяев. Но Блейк продолжает давить. Здесь как-то выключился игрок. Соперника. Снова под прессингом. Забираем себе мяч. Доэрти. Блейк. Как развернулся. Льюис Поттер. И еще один угловой. Мы просто сейчас не даем сопернику выйти штрафной. Три минуты. Добавил арбитр. Фух. Вот это матч. Но какой гол Гонсалеса. Я думаю это уже заслуживает вашего лайка. Давайте смотреть кто будет следующим оппонентом. Итак ребята. У нас пришел отчет от скаута. И здесь есть пару интересных ребят. Итак. Это Санчес. У него потенциал от 63 до 87. Также у нас есть Рейнер. Скорее всего так. У него до 88 потенциал. Здесь ребята меньше 80. И вот этот парень. У него потенциал до 94. Я думаю можно рассмотреть вот этих трех. Посмотрим. Посмотрим что из себя они представляют. В принципе за просмотр ничего с нас не берут. Итак. У нас есть ЦОП. У него рейтинг 50. Это наверное слишком долго. Хотя в принципе у нас довольно много будет матчей. Много сезонов. Так что посмотрим. Дальше. Паренек. Может играть как ЦФД так и ЦАПа. Финты 4 звезды. Неплохо. Уровень атаки высокий. Здесь паренек. Правый полузащитник. Может сыграть и левого полузащитника. У него финты. Слабая нога. Ну вот этот наверное такое себе. Вот кстати говоря Коллинз наш. Немножко прокачивается. У него уже прокачались финты. Идут они все вверх. Так что я думаю за этим парнем стоит следить. Мы сравняли с Чарльтоном по очкам. У нас по 24 наборных очка в чемпионате. И сейчас я думаю можно сделать небольшую рокировку. Давайте у нас вместо Дуэрти встанет Ханимэн. Сюда мы выпустим тогда Гонсалеса. Который мне очень сильно понравился. Очень здорово действует парень. И с первых минут давайте выпустим Скотта. Многие в комментариях его просили дать ему шанс. Ну и ребята поехали. Возможно из Академии получится взять еще пару каких-то ребят интересных. Пока они набирают рейтинг. И потихонечку подводить их также к составу. Возможно в дальнейшем у нас будут многие ребята из Академии в основном составе. Если они будут выступать так же как Блейк, то я думаю шансов у них будет предостаточно. Ну и как мы видим Сиера тоже потихоньку набирает обороты. Потихонечку начинает приходить в себя, набирать рейтинг. И уже в этой серии как минимум пару-тройку раз он точно спас нашу команду. Пас в центр опасно. Удар по воротам. В ближний пробивал. Капитан гостей. Пас на Блейка и вот он шанс. Блейк. Удар по воротам 1-0. 21-я минута. Блейк забивает свой очередной мяч. Ну вот у нас даже нападающий столько не забивает, сколько забивает этот парень. 21-я минута. Финли Блейк забивает свой 13-й гол и продолжает, как мне кажется, лидировать. В бомбардирской гонке все-таки вряд ли там кто-то смог наклепать на данный момент больше него. Гонсалес. Гонсалес видит Уилкса. А Уилкс видит ворота и забивает второй мяч. Голевая передача Гонсалеса очень тоненькая. И очень здорово. Открылся Уилкс. Посмотрите, вот здесь Гонсалес ждет. Вкатывает точнехонько в ножку. А Уилкс поражает слева и дальний. 27-я минута. Третий гол Уилкса. И снова он видит Гонсалеса. Гонсалес! Вот это пушечка, ребята! Вот это красота! Гонсалес! Что за парень? Два гола. Голевая передача в трех матчах. Ну, можно сказать, окей, в двух. Потому что в первом он сыграл очень мало. Но когда есть свободная зона, он что с правой, что с левой вкладывается от души и поражает дальний угол ворот. Гонсалес вот так вот сразу же забивает два. И, мне кажется, становится просто героем этой серии. Фантастический новичок, пришедший к нам бесплатно. И снова Гонсалес навязал здесь борьбу. Сейчас набирает скорость. Ждет Уилкса на правом фланге. Уилкс! Здорово! Разгоняем сейчас атаку. Уилкс уже в штрафной. Прострел! Удар! И это Блейк! Ребята, 4-0! 4-0! В первом тайме! Классно! Классно развили атаку. И здесь Блейк уже расстрелял просто пустые ворота. Никаких шансов не осталось. Угол кипера. Ну и, ребята, очень неплохо. Очень неплохо. Развили атаку. Здорово смогли забить. Опасная атака гостей. Какой подкат! Просто шикарнейший подкат от Девейса. Чарлитон пока что тоже выигрывает. Но они выигрывают скромненько. 1-0 у Вимбелдона. Тонкий пас на Блейка. Какая передача! Блейк! Удар по воротам! Вынимай еще один! Ну что сотворил Гонсалес? Вот это пас, ребята! Вот это пас еще просто точнехонько между всеми игроками обороны. Посмотрите! Мяч еще так аккуратно подпрыгнул для Блейка. Поднабрал скорость. И Блейк, ребята, забивает на 55-й. Еще один гол. 15-й гол Блейка. 20 минут до конца. У нас замены. Тройная замена. Покидает поле Блейк Элдер. И Гонсалес выходит. Доэрти, Бетти и Флемен. Ну, нужно было освежить немножко центр поля. Дать ребятам отдохнуть. Передача на него. Скотт! Удар по воротам! Ну, вот первый момент. Дали Скотту. Скотт мне иногда, знаете, честно, вот по игре напоминает Заболотного. Я не знаю, почему. Потому что вот он немножко такой какой-то неуклюжий. Вроде, когда моменты появляются, он не может их толком реализовать. Точный, красивый подкат Флеменга и угловой. Еще одна подача в штрафную. И здесь штрафной. И желтая карточка Флеменгу. Ну, зацепил он соперника. Тот уже сделал подачу, а Флеменг дал по ногам. Ну, я думаю, после этого штрафного как раз-таки не прозвучит свисток. И все. Даже не дает добить мяч по воротам. Сиера спасает, ребята. Хэт-трик Блейка. Шикарные голы Гонсалеса, как и передачи. Я надеюсь, эта серия вам понравилась. Поддержите ее лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, если новенький. Прожимайте колокольчик. Ну, а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok